Всем привет, это Павел Белинский и с вами Бегущий Человек. Мордашов возглавил список самых обедневших за год российских миллиардеров. По данных Forbes, его состояние сократилось на 11,1 миллиарда долларов, до 18,4 миллиарда долларов. На втором месте по размеру потерь Татьяна Бакальчук минус 8,3 миллиарда долларов, на третьем Олег Тиньков потерял 5,9 миллиардов долларов. У Романа Абрамовича нашли 16 яхт на 1 миллиард долларов. Все они оформлены на офшоры. Согласно пункту 4 указового 27 декабря 2022 года номер 961, поставки российской нефти и нефтепродуктов, соответствующих требованиям введенного G7 потолка цен, все-таки быть могут, но на основании специального решения президента РФ. Осталось дождаться документа, который определит нефтяную компанию, наделенную таким правом. А говорили, что никогда и ни при каких условиях такого не случится. На бирже начинается продажа юаней из фонда национального благосостояния. Это последний ликвидный валютный резерв, который может пойти на покрытие дефицита. Всего в кубышке примерно 3 триллиона рублей, номинированных в китайской валюте. Этого явно недостаточно, чтобы закрыть дыру в бюджете, хотя на какое-то время она станет поменьше. Что делать, когда юаней закончится, неизвестно. Либо резать расходы, либо начинать печатать пустые деньги. Причем резать, понятно, будут все, что относится к военным действиям и террору против населения. Похоже, что к краху страны мы придем традиционно с пустной казной, тотальной разрухой во всем и закрытыми наглухо внешними рынками. Торговать будет нечем и не с кем. Финал. Руководство Китая перестает доверять Путину и не понимает его, пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, Путин не предупреждал Син Цзэмпине о нападении на Украину и за несколько дней до него в Китае говорили лишь о мерах, которыми могут прибегнуть случай нападения самой Украины. Путин сошел с ума, заявил китайский чиновник изданию. На этом фоне утверждается анозом главы китайского МИДа Лэ Ю Чен, считающийся главным специалистом ПРФ, был понижен дозом главы управления по радио и телевидению Китая. Единая Россия все-таки смогла найти способ, как откреститься от вологодского депутата Дениса Долженко, который ранее раскритиковали за отдых в Дубае. Сначала секретарь Генсовета партии Андрей Турчак грозился политикой исключить из рядов Единой России, но оказалось, что он в партии вообще-то и не состоит. Неловко как-то вышло. Но сделать, видимо, что-то было надо и Долженко исключили из неких сторонников. Как будто это партия решать, симпатизирует ей человек или нет. В общем, смешно. По факту это выглядит, как был уволен две недели назад. Россияне помогли Дубаю поставить рекорд по продажам недвижимости. В прошлом году в Дубае было совершено более 90 тысяч сделок по покупке недвижимости, что позволило превзойти рекордный показатель 2009 года, когда были проданы 81 и 8 тысяч объектов. На 11% выросло и число объектов недвижимости, сданных в аренду. Как отмечает Bloomberg, активными игроками на этом рынке в прошлом году были именно россияне. В основном россияне делали акцент на покупку люкс-сегмента. ЕС тем временем готовит 10-й пакет санкций. Под удар подпадут Беларусь и Иран. Также будут включены санкции против атомной отрасли России. Дочь Шойгу провела новогодние каникулы в Дубае. Ночь в номере отеля, в котором она остановилась, стоит около 40 тысяч рублей. Об отдыхе дочери министра обороны РФ Дубае стало известно из публикации вологодского депутата Дениса Долженко, который выложил фото с Ксенией Шойгу 7 января. 6 января он же опубликовал свое фото из Дубаи. После этого Андрей Турчак потребовал лишить Долженко несуществующего партбилета за новогодний отдых за границей. Можно много чем увлекаться по жизни, бегать, нырять, кататься на горных лыжах, но всему есть время и место, написал Турчак. Накануне видео с отдыхом Ксении Шойгу в Дубае опубликовали на канале «Возмутитель спокойствия». А журналист Сергей Ешов отметил, что дочь Шойгу вместе со своим супругом Алексеем Столяровым не в первый раз проводит новогодние праздники в Дубае. На этот раз пара отдыхала в отеле Кесарс Плейс Дубайс со стоимостью номера около 40 тысяч рублей за ночь, пишет Ежов, который вычислил отель по фото из инстаграма самого Столярова. В Госдепе США увидели отчаяние Путина в отправке заключенных на войну. РФ оказались в отчаянном положении в связи с неудачами в Украине, заявил официальный представитель Госдепартамента Нет Прайс. Об этом, по его словам, свидетельствует возросшее влияние приближенного к Владимиру Путину бизнесмена Евгения Пригожина, основателя ЧВК «Вагнер». Госдеп увидел в ЧВК «Вагнер» альтернативный центр силы для российской армии. Это говорит о том, что российское руководство готово обращаться все к более радикальным средствам для перебрасывания сил в Украину. ЧВК «Вагнер» на 80% состоит из заключенных, рекрутированных в российских колониях. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика.